Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Дюфрейн Корректор А.Егорова Я уже говорила во вторник вечером, всегда время чудес. Бог не сказал о чем-то, чего не хотел делать всегда. Он сказал это, чтобы мы знали, чему нам нужно себя посвятить. Чтобы мы стали в этом умелыми. И чтобы мы могли сотрудничать с Ним в том, что Он хочет акцентировать для нас в это время. По-моему, сестра Линда Тернер сказала студентам библейской школы, я не помню точную формулировку, но примерно так. Бог говорит вам что-то, а потом смотрит, что вы будете делать с тем, что Он сказал. Я правильно процитировала? Исход 3? Сестра, я как раз собиралась читать это местописание. И мы прочитаем. Я рада. Но послушайте, что она сказала. Бог говорит что-то, а потом смотрит, что мы будем с этим делать. А христианский мир так часто ждет, что скажет Бог, и потом, что Бог сделает. А Бог делает то, что делаем мы. Религиозный мир передергивает от такого утверждения. Но правда в том, что Бог идет туда, куда Его приглашает вера. И когда мы двигаемся в вере в определенной сфере, Бог всегда является навстречу вере. Аминь. Исход 3, который сестра упоминала. Первый стих. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Заметьте. Тесть Моисея Иофор был духовным человеком. И однажды Моисей провел стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей. И второй стих. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И третий стих. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста. Третий стих очень важен. Моисей сказал, пойду и посмотрю. Заметьте, Моисею пришлось свернуть со своего обычного пути. Чем он обычно занимался? Он пас овец, и там он был ради этого. Но движение Божье привлекло его внимание. И с того момента мы уже не слышим ничего об овцах в этом месте Писания. Потому что Моисей отошел от своей обычной жизни. Это то, что мы делаем в эти три дня. Мы отошли от обычного, чтобы увидеть, что Бог хочет нам сказать. Что Он показывает, что Он нам говорит. И в четвертом стихе сказано, Господь увидел, что Он идет смотреть. Бог ждет людей, которые достаточно заинтересованы в том, чтобы узнать, что Он хочет показать. И сказав, настало время чудес, Он теперь ждет, кто пойдет в этом направлении. Поэтому во вторник вечером мы начали говорить о потоке чудес, о силе Божьей. И о том, как сотрудничать с силой Божьей. И мы говорили об обретении навыков взаимодействия с силой Божьей. Мне нравится, что сказал брат Ричард Робертс, когда он впервые приехал в нашу церковь. Он процитировал слова своего отца, Орелла Робертса. «Каждый день чудеса либо идут к вам, либо идут мимо вас. Каждый день. Что же определяет? Остановятся ли они у вас или пройдут мимо? Пойдете ли вы посмотреть? Отложите ли вы обычное и неважное, чтобы увидеть, что он хочет делать? Что же делать, чтобы эта сила чудес остановилась у нас, а не прошла мимо? То, что сделал слепой Вартимей. Иисус шел той дорогой, а слепой Вартимей просто сидел на обочине. И он услышал, что Иисус идет этим путем. Заметьте, он не мог это увидеть. Он лишь мог услышать молву. И что он сделал? Он начал взывать. И он кричал так громко, что, конечно, люди вокруг него раздражались на его громкость, но слепой не видит, насколько громко нужно кричать. Не видя расстояния до Иисуса, он хотел сделать все, чтобы его услышали. Он не знал, был ли Иисус в метре или в пяти метрах от Него. Он не знал, а потому кричал изо всех сил. Это раздражало окружающих, и они пытались заставить его замолчать. Но, как я уже говорила, не позвольте тем, кто не взывает, помешать вам взывать. Если бы они сами взывали, они бы его даже не услышали. Они слышали его и раздражались только потому, что они не взывали. И поскольку они этого не делали, им не нравился тот, кто это делал, потому что они считали это ненужным. Но тот, у кого есть нужда, знает, только Бог может это сделать для меня. Иисус не направлялся специально к слепому Вартемею. Вера слепого Вартемея задержала Иисуса, остановила его. Что это значит? Бог идет туда, куда его приглашает вера. Если бы слепой Вартемей молчал, Иисус бы продолжил идти дальше. Именно вера слепого Вартемея привлекла Иисуса, остановила Иисуса на пути, ради Него. Что это значит? Сила чудес всегда движется и течет. Что же заставит ее остановиться у нас? То, о чем мы взываем. То, что мы говорим. И это не просто единичное воззвание. Это образ жизни. Аминь. Каждый день нам принадлежат чудеса. И иногда люди думают, если что-то не зрелищно, то это не чудо. Если что-то сверхъестественно, то это чудо. То есть, если вам пришло 10 долларов, которые вы не заработали, это чудо. Это может не выглядеть зрелищно в плане количества, но если это было что-то, что вы не могли совершить, то это чудо. И нам нужно признавать чудеса, которые нам доступны и на самом деле приходят каждый день. Но поскольку они не выглядят сенсационно, некоторые люди не относятся к ним с почтением. А то, что вы не уважаете в малом виде, Бог не будет этим разбрасываться на неблагодарных. Аминь. И мы видим, когда Моисей свернул со своего пути, тогда Бог заговорил. Из куста не вышел голос и не сказал ему свернуть с пути. «Моисей был инициатором разговора с Богом». Другими словами, мы слышим ровно столько, сколько времени мы уделяем, чтобы слышать, сколько места мы даем слушанию. Бог не молчит, Он всегда говорит. Во второй книге Паралипоминон, 16, 9, сказано, «Ибо очи Господа обозревают всю землю». И мне нравится следующая фраза, чтобы явить Себя. Он хочет явить Себя. Аминь. Дьявол постоянно являет Себя на земле. Но Бог хочет явить Себя каким? Сильным. для тех, чье сердце вполне предано Ему. Обратите внимание, Бог, если так можно выразиться, не определил заранее, «Я явлю Себя сильным вот для этого, вот для того», потому что, если бы Он уже выбрал, для кого Он будет являть Себя сильным, то зачем Его глаза ищут? Аминь. 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 Потому что не Он определяет, где явить Себя сильным. Он присутствует на земле через силу Святого Духа, чтобы явить Себя сильным. Где же это произойдет? Где кто-то верит, где кто-то взывает. Когда Он говорит, «Настало время чудес», где они произойдут? У тех, кто сворачивается своего пути, чтобы посмотреть, у тех, кто взывает, у тех, кто находит время, чтобы быть с Ним, чтобы Он мог явить Себя сильным. Аминь. Аллилуйя. Я не хочу остаться в стороне. Я не хочу остаться в стороне. Возможно, кто-то из вас читал книгу «Мое время на небесах» Ричарда Зигмунда. В ней также рассказывается об ангелах, которые приходят на служение. Бог позволил автору увидеть, как это происходит в духовном мире. Ангелы приходят на служение, неся с собой части тела для людей, которые нуждаются в новых частях тела. И Он видел, как ангелы подходили и стояли рядом с людьми, которые в этом нуждались. Почему? Потому что Бог хочет явить Себя сильным, явить Себя сильным. Зачем ангелы приходили с частями тела и были уже готовы поместить в тела людей те органы, в которых они нуждались? Почему? Потому что Бог есть Бог веры. У Него ответ всегда готов. У Него ответ всегда готов, прежде чем люди вас зовут. И во время этого переживания автор книги видел, как ангелы приходили на служение со всем, в чем нуждались люди, присутствовавшие на служении. Но потом Он видел, что люди не реагировали. И в результате ангелы брали то, что принесли, и возвращались на небо. Почему Бог был там? Он был готов явить Себя сильным. Он искал, кто на этом служении, кто на этом служении, кто на этом служении востребует то, что Я пришел явить. Аминь. И как сказала пастор Деби, здесь играет роль наша мотивация, наше отношение, наша заинтересованность. Это все важно на служении. Важно, какие мы на служении. Я говорю, важно, какие мы на служении, а не просто то, что мы пришли. Помните место Писания о том, как Иисус был в синагоге, и Он сел напротив сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги. Там не сказано, смотрел, что народ кладет, а смотрел, как. Как они кладут. Важно, как мы приходим. Важно, как мы приходим. с жаждой, с верой, с ожиданием, не скучая, безразлично, думая о чем-то другом. Поймите, в вашей жизни нет ничего важнее того, что происходит здесь. Ничего. Ничто в нашей жизни не сравнится со словом, с общением с верующими. Ничто, ничто, ничто не находится на том же уровне. И нет даже чего-то близкого по значению на втором месте. Все остальное настолько ниже того, что мы делаем здесь. Другими вещами нужно заниматься, но они и близко не стоят по важности с тем, что происходит здесь. Поэтому нам нужно приходить с таким мышлением. Нет ничего за пределами этого здания важнее того, что происходит здесь. Потому что, если я буду правильно действовать в этом здании, это повлияет на все в моей жизни за пределами этого здания. Если я не буду правильно поступать с тем, что происходит здесь, я лишу себя того, что у Бога есть для меня. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, Иуды 1, 3. Это то, что Дух Божий сказал мне за несколько дней до того, как мы начали эту конференцию. Он хотел поставить определенный акцент. И нам нужно это сделать. Иуды 1, 3. Мы прочитаем 3 и 4 стихи. Иуда говорит, «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении». Общее спасение значит спасение, которое принадлежит и иудеям, и язычникам. Оно общее. Он говорит, «Я собирался писать о вашем спасении, но появилось что-то более срочное, что Дух хотел сказать. И именно об этой срочной теме, данной Духом, я вам и пишу. Я почел за нужное написать вам увещание, ревностно сражаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. То есть первоначальную евангельскую веру разрушали лжеучителя. Люди несли ложное учение и повреждали веру слушающих. Дьявол ненавидит веру. Божью веру. Он хочет, чтобы у вас была неправильная версия веры. Имейте веру, только неправильную версию. И мы с вами говорили об этом во вторник вечером. Что же за версия нам нужна? Но мы знаем, что Иисус сказал в Марка 11, 23, имейте веру Божью, веру, которая функционирует и действует как Бог. В вас есть вера Божья, так используйте эту веру. Не используйте человеческую веру, ментальную веру. Это неправильная версия веры. Дьявол старается затащить нас на арену ума, чтобы мы постоянно пытались верить Богу своим умом, в котором нет веры. Аминь. И в Луки 18, 8, в расширенном переводе Иисус говорит, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли неотступность в вере на земле?» Итак, какую веру он ищет? Божью веру, которая не сдается. Аминь. Теперь откройте со мной, пожалуйста, 6 главу Иоанна. Мы больше говорили об этой теме во вторник, и если вы не могли быть с нами, вам нужно к этому вернуться. Но сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на 6 главу Иоанна. Мы прочитаем 28-й и 29-й стихи. Ученики разговаривали с Иисусом и задали Ему вопрос. Итак, сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Заметьте, они задали Ему этот вопрос, потому что они видели, что дела Божьи, хотя они и Божьи, они предусматривают участие человека. И они спросили, в чем наша часть? Что мы должны делать? Когда Бог творит чудо для человека, Он вовлекает человека. Он не идет в обход человека, чтобы дать ему чудо. Он вовлекает человека. Как ученики пришли к такому пониманию? Они видели, как действовал Иисус. Они видели, как Он, будучи человеком, взаимодействовал с силой Божьей, которая приносила чудеса. И они не сказали, ну, знаете, Бог просто возьмет и совершит чудо. Нет, они сказали, что мы должны делать, потому что мы видели, как Ты это делал. Они сказали Иисусу, мы видели, что делал Ты, что нужно делать нам, чтобы делать то, что делал Ты, чтобы Бог мог делать то, что делает Он. Потому что чудеса подразумевают участие человека и Бога, а не только Бога. Давайте прочитаем следующий стих, 29-й. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божье, чтобы вы веровали». Послушайте. «Вот дело Божье, чтобы вы веровали». Когда вы верите, дело Божье проявляется. Вот дело Божье, чтобы вы веровали. Заметьте, они спросили, какую часть должны делать мы. Вот какую. Верьте. Это ваша часть. И заметьте, Он называет это делом. Это не игра. Это труд. Это труд. Когда что-то атакует вашу душу, а вы говорите, «Меня это не волнует». Это труд. Когда вы сидите на служении, и есть общее помазание, легко сказать, «Аминь, я верю». Когда вы слышите проповедь Слова, и слышите, что все возможно с Богом, слышите обо всем чудесном, что делает Бог, так легко, сидя в этом общем помазании, сказать, «Да, это правда». Но когда вы остаетесь одни, и столько всякого давления, столько разных переживаний, продолжать верить в то, во что вы верили на служении, это труд. Так многие меняют то, во что они верят, когда чувствуют себя не так, как хотели бы. Пастор Дебби вспоминала в среду утром одну из моих проповедей о том месте Писания, где Иисус сказал, «Переправимся на другую сторону». Ученики сели в лодку, потому что они в это поверили. Он не сказал, «Давайте проплывем полпути, потом будет шторм, и нам придется спасаться, парни». Знаете, когда Иисус заговорил о противоположном береге, Он даже не упомянул противостояние, даже не обмолвился о нем. Его не интересовало противостояние. И они сели с ним в лодку, потому что верили, что переправится на другую сторону. Иисус заснул, начался шторм, Он отказался прервать свой покой, чтобы разбираться со штормом, потому что Он все еще был в покое, хотя все вокруг Него бушевало. Что это значит? У нас есть право быть в покое, когда вокруг нас полная неразбериха. У нас есть право. И Он показал нам пример. Так вы можете узнать, что вы в вере, когда вы не вскакиваете и не начинаете носиться. Помните, как Эд говорил, как сирена, включается здесь, а-а-а, и вы несетесь разбираться с сестрой рот ведром, а-а-а, кто-то еще завопил, и вы так и носитесь туда-сюда. Вера так не ведет себя. Аминь. Итак, Иисус спит, Петр подходит, будет Его обвинением. Тебе что, все равно? Боже мой, я просто спал, брат, просто спал. Это все, что я делал. И тут меня обвиняют, что мне все равно. Что Петр говорит? Раз ты не беспокоишься, как мы, тебе все равно. А-а-а, людям не нравится, когда вы не реагируете так, как они. Но у вас есть право не реагировать так, как люди, которые не знают. Петр говорит, тебе что, все равно? То есть, теперь Иисуса обвиняют, потому что Он не лезет на стену. Так? Тебе что, все равно? Иисус не посылал шторм, однако Его обвиняют, что Ему все равно. Люди так и говорят, тебе все равно до Меня, потому что мне не все равно до тебя, потому я и не веду себя так, как ты. Потому что Я не могу тебе помочь, ведя себя так, как ты. Так? Иисус ввел себя совсем по-другому. Заметьте, что Петр сказал Ему, тебе что, все равно? Послушайте следующую фразу, что мы погибаем. Заметьте, Он прежде верил, что они переправятся на другую сторону. Кто Ему сказал, что Он погибает? Кто Ему сказал, что Он погибает? Кто Ему сказал? Он поверил во что-то другое, чем то, что сказал Иисус. И теперь Он сердится, потому что Иисус не изменил то, что Он сказал. Понимаете? Итак, Петр раньше верил, что они переправятся на другую сторону. Он намок и теперь больше не верит, что Он переправится на другую сторону. Теперь Он говорит, мы погибаем. Хорошо, король драмы. Хорошо. Так? У людей веры нет места для драмы. Нет места. Нет места. Вы не можете поддаваться драме, подпитывать драму, закатывать сцены. Это ослабит веру. Почему? Потому что мы решаем, какой будет исход. Обстоятельства могут приходить, но исход этих обстоятельств в наших руках. Моя мама говорила нам в детстве, вы можете начать что угодно, если понимаете, что последнее слово будет за мной. То есть, хочешь перечить мне? Вперед, начинай, но последнее слово будет за мной. Хочешь ослушаться? Вперед, начинай, но последнее слово будет за мной. Дьявол может что-то начать, но мы определяем конечный результат. Последнее слово за нами. Последнее слово за нами. Аминь. Итак, Петр говорит, тебе что, все равно, что мы погибаем? В чем проблема? Петр изменил то, во что он верил, потому что почувствовал что-то. Вот дело веры. Не меняйте то, во что вы верите, просто потому, что вы что-то почувствовали, что-то услышали, потому что что-то бомбардирует вашу плоть, ваше ум. Это дело веры. Это труд веры. Это труд хранить свой ум. Это труд держать свое внимание на слове. Но позвольте вам сказать, когда этот труд становится легким, когда вы наполнены, когда вы полны слова, оно как якорь держит вас, держит вас, а когда мы не до конца наполнены, становится тяжело. Заметьте, Иисус сказал, вот дело Божье, чтобы вы веровали. Он не сказал, вот тяжкий труд Божий. Это не тяжело. Это не тяжело, если вы не пусты. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения dufrain.